Здравствуйте! В эфире городские подробности и заметные события уходящей недели в материалах журналистов канала ПС. Для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности горожан мэр Архангельска Виктор Павленко подписал распоряжение, запрещающее выход или выезд на лед на территории города. Ограничения начали действовать 7 апреля. Также сегодня в 6 часов утра на линии Архангельске Гастров начал работу буксир ледового класса. Пешеходная переправа, которая связывала остров с большой землей, вчера вечером закрылась из-за погодных условий. Произошло отрыв льда на большем участке от судоходного русла к острову Кега. Пришлось центральной спасательной станции осуществлять доставку жителей со льда на остров Кега. И был организован пункт временного размещения в 6-й гимназии для жителей, которые не успеют переправиться на остров Кега. Ориентировочно в 22 часа доставка людей на остров Кега была закончена. На уходящей неделе начал работу буксир по маршруту Соломбола остров Хабарка. Закрыта и транспортная переправа между Хабаркой и островом Бревенник. Мэр Архангельска Виктор Павленко распорядился осуществлять круглосуточное наблюдение за состоянием ледовых переправ. Завтра, 13 апреля, в Архангельске стартует двухмесячник по уборке города. Подготовка к нему в центре внимания городской власти. Как отметил на еженедельном совещании мэр Архангельска Виктор Павленко, Компания по уборке города должна пройти успешно и максимально результативно. Больше всего мусора в городе от торговых точек и на них особое внимание. Управление торговли я прошу очередной раз закрепиться за всеми торговыми точками, которые есть в городе, и в еженедельном режиме работать с ними в части наведения порядка. На совещании также говорилось о ситуации в Северном округе, где порядка 60 домов уже второй месяц остаются без горячей воды. Причина тому – спор двух хозяйствующих субъектов. Разрешить его должен суд, куда соответствующим иском обратилась мэрия Архангельска. Сегодня мы также обсуждали и на большой планерке у губернатора, доложил о наших всех действиях, которые мы провели. 8 апреля будет суд, поэтому просьба городское хозяйство, правовое управление к этому подготовиться. И вот будем надеяться, что суд примет решение правильное. Также на совещании мэр Виктор Павленко поставил главам округов задачу усилить подготовку к празднованию 70-летия Победы. Это касается и благоустройства мемориалов, и работы с обращениями ветеранов, каждое из которых должно быть рассмотрено в индивидуальном порядке с максимальным вниманием, подчеркнул градоначальник. Переселение граждан из аварийного жилфонда – задача, которая определена в майских указах президента страны. Ее выполнение в нашем регионе, и в частности Архангельске, идет уже не первый год. О результатах и проблемах в этой работе шла речь на выездном заседании комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты России. Большая часть заседания была посвящена анализу факторов, сдерживающих темпы расселения аварийного жилья. Один из них – нежелание банков участвовать в финансировании строительства, в том числе по уже заключенным государственным контрактам. Подобная ситуация сложилась с возведением социальных домов в Цыгламине. В 22 банка обратился подрядчик, имея на руках государственный контракт более чем на 400 миллионов рублей, и все 22 банка на основании этого контракта, посмотрев на него, отказали в выделении кредита. На данный момент мы можем констатировать тот факт, что банковская система сейчас находится за рамками реализации госпрограмм. То есть я хотел бы разработать или предложить какой-то механизм именно кредитования подрядчиков, организаций именно в части реализации, скажем так, социальных проектов. Проблемным сегодня является исполнение 44-го федерального закона, согласно которому строителям, чтобы участвовать в аукционах, необходимо внести залог. Это треть стоимости контракта. То есть при миллиарде рублей государственных денег, он 30%, то есть порядка 300 миллионов рублей, должно сделать обеспечение банковской гарантии. Кто будет закладывать на миллиард рублей имущество, чтобы взять 300 миллионов рублей? То есть вот здесь тоже проблема, скажем так. На совещании также было отмечено, что расселение аварийного жилья напрямую зависит от нормативной цены за квадратный метр в новых домах. В Архангельске эта стоимость крайне низкая и не учитывает климатических особенностей города. Потому и желающих строить социальное жилье немного. На всех уровнях власти понимают, необходим пересмотр методики этих расчетов. Потому что стоимость квадратного метра, которая сегодня предлагается Министерством строительства, в нее уложиться сложно. Успешность реализации очередного этапа программы по расселению веткого жилья в Архангельске во многом зависит от решения регионального правительства. Ведь областной закон о средствах регионального бюджета, полученных из фонда содействия реформированию ЖКХ, позволяет использовать их для строительства жилья по государственным контрактам в рамках программы расселения аварийных домов. Данное решение принимается на основании решения правительства Архангельской области. То есть на данный момент такое решение пока не принято. Я думаю, что в ближайшее время решение все-таки будет принято. И это позволит нам в свое время приступить к началу реализации данной программы. Что касается в части заключения госконтрактов, имеется в виду в рамках полномочий правительства Архангельской области, здесь по большому счету большой разницы нет. Потому что с проблемами, с которыми сталкивается муниципалитет, столкнется и правительство Архангельской области. Кроме того, у правительства Архангельска также возникнет вопрос и подготовки территории, и коммунальной инфраструктуры. То есть все те же самые проблемы, консолидация всех наших возможностей позволит нам выполнить вот эту программу. Тем более по городу Архангельск, я говорю, основной удельный вес жилья находится аварийно. В городе Архангельске 25% в целом от всей региональной программы. Если правительство Архангельска примет решение о заключении государственных контрактов, если необходимо будет участие муниципалитета в реализации, мы все равно, конечно, будем участвовать в этой программе. Сегодня Архангельский муниципалитет использует все возможные ресурсы в решении жилищного вопроса. Один из них – городская программа развития застроенных территорий, принятая по предложению мэра Архангельска в 2011 году. По программе застройщики расселят более 180 жилых домов. Продолжается работа и по исполнению судебных решений по предоставлению жилья. Я должен сказать, что за последние два года, так просто одна цифра, нам удалось исполнить более 500 судебных решений. То есть мы работаем, мы действуем в рамках этого федерального закона. Поэтому средства предусмотрены, решения судов будут исполняться различным способом. Прежде всего, строительством жилья социального. И я думаю, что если мы найдем общий язык, то все-таки строительством высотного жилья в 6-7 микрорайоне. Включаем все резервы для того, чтобы исполнять судебные решения. Кроме того, Архангельск, начиная с 2008 года, активно участвует в федеральных программах расселения ветхого жилья. Так, в 2011 и 2012 годах на карте Поморской столицы появились две очереди домов на улице 40 лет Победы. Годом позже сданы в эксплуатацию три многоквартирных дома на улице Конзихинской. В 2014 сданы еще три. Всего за несколько лет по программам, финансируемых с привлечением средств фонда реформирования ЖКХ, областного и городского бюджетов, было расселено 75 аварийных домов, в которых проживали более 2000 человек. Представители мэрии Архангельска и руководители муниципальных предприятий встретились с активистами городских ТСЖ и ЖСК. В течение полутора часов речь шла как о проблемах конкретных домов, так и общегородских. Один из волнующих вопросов – плата за общедомовые нужды, в частности, за энергопотребление. Коммунальные реалии таковы, что добросовестные квартиросъемщики вынуждены платить не только за себя, но и за должников. Кроме того... Очень часто бывают случаи, когда-либо кто-либо из жильцов подает вовремя показания индивидуальных приборов учета. Ограничил доступ к показаниям приборов учета, пользуется магнитами и прочими устройствами для нарушения работы индивидуальных приборов учета. Нарушают работу систем жизнеобеспечения и неразумные инициативы горожан. Например, самостоятельное вскрытие канализационных колодцев, что ведет к подтоплению домов. Страдает у меня дом, его постоянно топит у меня роза 37. Я, как коммунальщик, еще знаю, что в весенний период у нас это проблема всего города. Но хотелось бы узнать лучше. В части, где возникают проблемы, мы выходим на место и выясняется, что сети построены с нарушением строительных норм и правил. Это отсутствие смотровых колодцев на сетях. Это в первую очередь то, что мешает работе кондиционной сети. Еще одна проблема – нехватка мест для парковки автомобилей. Создание их требует согласований с городскими властями. Но многие этой процедуры избегают, самовольно устанавливая ограждения и шлагбаумы. Загораживать нельзя, потому что шлагбаум нельзя ставить. У нас двор проходной и проездной. Понимаете? Нам очень проблематично. Специалисты мэрии Архангельска по каждой инициативе создания парковки работают индивидуально и заверяют – разрешение будет выдано. Главное, чтобы ограждения не мешали проезду спецтехники. Всем заявителям, равно как управляющие компании, равно как просто жители собственных жилых помещений, когда обращаются в муниципалитет, а непосредственно в департамент газостроительства, эти все рекомендации даются. В завершении совещания участники определили тему следующей встречи – капитальный ремонт домов. Решено пригласить на нее представителей регионального оператора, который отныне занимается этим вопросом. В областном центре продолжается вручение юбилейных наград фронтовикам и труженикам тыла. Медали к 70-летию победы ветеранам вручаются не только на торжественных мероприятиях, но и в домашней обстановке. Спасибо вам большое. Совсем недавно Галина Боровикова отпраздновала свой 89-й день рождения и вновь поздравления. Она в числе награжденных юбилейными наградами. От мэрии города Архангельска, от мэра города Виктора Николаевича Павленко позвольте вам вручить поздравительный адрес с этим замечательным праздником, с наступающим Днем Победы. Это удостоверение к медали и книга «Архангельск. Город воинской славы. Провоенный Архангельск». Для труженицы тыла Галины Боровиковой эта награда – особая честь. Когда началась война, девушке исполнилось 15 лет. Галина Егоровна жила в Заостровье. В 43-м работала в зверосовхозе бухгалтером. Мирную профессию постигала на фоне войны – кровавой и беспощадной. У нас на Усть-Заостровье было шесть зениток стояло. Вот если что, как. Помню, как горел Алки. Горел один угол. Помню, как горел на поморке, где сейчас серый универмаг-то. Напротив-то дома-то сгорели. Здорово горели. Вот эти-то я очень помню хорошо. На левом берегу ни одна зажигалка не попала. Сегодня в Высокогорском округе проживают более 150 тружеников тыла и участников Великой Отечественной войны. Многие из них уже получили заслуженные юбилейные награды. Все медали в честь 70-летнего юбилея Великой Победы в Архангельске, как и во всей России, будут вручены до 1 мая. К другим темам. Память о войне в музыке и танце. В Архангельске подвели итоги седьмого городского открытого фестиваля «Морская душа». В этом году он традиционно прошел на сцене культурного центра «Соломбала-Арт» и был посвящен 70-летию Победы. Форум собрал более 250 участников, от воспитанников детских садов до ветеранов. Рассказывает Надежда Леведева. Миноза, вода на правде, семья! Миноза, на экипаж, семья! Ребята из 1-го Б, 25-й Архангельской гимназии, выступают на фестивале всем классом. Песню «Экипаж, одна семья» разучивали на переменках. Живут и учатся они так же дружно, как и герои, ставшие любимой песней. Наша песня о дружбе, о команде, как работать надо вместе. Тема моря и героических побед нашей страны собрала на сцене культурного центра «Соломбала-Арт» людей разных возрастов. Виктор Вархаломеев, капитан дальнего плавания, давно увлекается пением. Для фестиваля «Морская душа» он выбрал песню «Севастопольский вальс». Она отвечает нашим всем чаяниям моряков. Слова простые, но они глубоко западают в душу. Седьмой год подряд организатором фестиваля «Морская душа» становится мэрия города Архангельска. Фестиваль имеет огромное значение в контексте патриотического воспитания молодого поколения. Конечно, Архангельск является центром морских традиций, центром морской культуры. Море для Архангельска – это жизнь, творчество, душа и традиции. Вот и в этом году он проходит на нашей базе, и в этом году он посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Сегодня на сцене будет собрано более 250 участников. Это и дети, и подростки, и молодежь, и, конечно же, наши уважаемые ветераны. И всех их объединяет любовь к городу и, конечно же, к морю. Вальс в миноре, танец с бескозырками, песня об Андреевском флаге – это живая история морских военных побед. И, может быть, память о них будет так же дорога юным участникам фестиваля, как их прадедам, воевавшим за свою страну. В школах России прошел всероссийский урок победы. Участником этого проекта стала и Архангельская школа номер 14. На необычном занятии побывала Елена Матвеева. Флаг России на 14-й школе дает понять, здесь проходят события федерального масштаба. «Единый урок памяти» – это рассказ о славных победах и великих подвигах в режиме реального времени. Центром этой онлайн-акции стала Москва. Всероссийский урок памяти одновременно связал Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Волгоград, Курск, десятки городов воинской славы России, Берлин, ветеранов войны и их наследников. Словом, всех тех, кто, не раздумываясь, подпишется под девизом акции «Гордимся, помним». Особенность урока – образовательный маршрут, лента истории. Представители каждого горда рассказывают о его вкладе в победу. В Архангельске о том, как воевали и побеждали, школьникам поведали живые свидетели страшной войны. Один из них – Василий Портов. В 17 лет стал зенитчиком линкора Архангельска. Его День Победы – самый счастливый день в жизни. Восклицание такое было. Такой подъем был. Без козырки бросали. Все, кричали – ура. На официальном сайте празднования 70-летия Победы – may9.ru – создан раздел «Родной герой». Для того, чтобы снимок родственника фронтовика появился в нем, нужно опубликовать в одной из соцсетей его фотографию и небольшой рассказ о нем. К публикации нужно добавить хэштег «Родной герой». Оба моих деда погибли в Второй мировой войне. Это сохраняется в нашей семье. У нас есть архивы, где хранятся медали. И я помню, я горжусь ими. Сегодня же дан старт месяцу Победы во всех школах страны. Дети будут посещать музеи и мемориальные места, участвовать в патриотических акциях. На этих уроках Победы будем вспоминать те вехи войны, которые наша страна прошла в течение страшных 1941-1945 годов. Те победы, которые завоеваны. В финале урока памяти все участники вместе исполнили песню «День Победы». Эти слова звучали по всей стране. Стране-победительница. «День Победы! День Победы! День Победы! День Победы!» 17 апреля в столице Поморья стартует волейбольный турнир памяти Юрия Медуницына. Подготовка к нему идет полным ходом, а история его началась в 2002 году. Именно тогда в Архангельске прошел первый городской турнир по волейболу. Его идейным вдохновителем и инициатором выступил депутат городского совета, затем областного парламента Юрий Медуницын. После трагической гибели Юрия Борисовича друзья и коллеги продолжили дело, и турнир стал носить его имя. Сегодня принять в нем участие – честь для каждого волейболиста региона. Городской волейбольный турнир памяти Юрия Медуницына сродни футбольной лиги чемпионов. Играть в нем значит иметь спортивный знак качества. Допуск к участию только по приглашению организаторов. Это наиболее желаемый с точки зрения участия для всех команд турнир с хорошими традициями, с хорошими призами. Ежегодно на турнир памяти Юрия Медуницына съезжаются волейболисты из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Онеги и других городов региона. А с 2012 года соревнования имеют статус международных. В них участвуют и спортсмены из Норвегии. Россия – волейбольная держава. Уровень вашей игры намного выше, чем в Норвегии. Но любое соревнование непредсказуемо. И мы будем играть на максимальный результат, чтобы показать свой класс и чему-то научиться у архангельских команд. В 2014 году общее число команд – 28 – стало наибольшим за всю историю турнира. Среди них и рекордное количество женских сборных – 12. Успешно турнир справляется и с главной задачей – сохранение памяти о своем идейном вдохновителе – Юрии Медуницыне. Самое главное, что этот турнир, он всегда ожидаем, и он как бы становится праздником волейбола. И все волейболисты – это не просто игроки, а вот это уже просто какие-то родственные души. И мы вот каждый год сами, вся наша семья ждем этого времени. Турнир памяти Юрия Медуницына проходит под патронатом мэра Архангельска Виктора Павленко. С Юрием Борисовичем они были друзьями, соратниками, единомышленниками. Турнир памяти Юрия Медуницына – это своего рода такой спортивный праздник, который объединяет всех – и спортсменов, и болельщиков. Друзья собираются, помогают и проводят этот спортивный праздник, действительно. Он такой объединяющий, и Юрий Борисович, как и когда-то в свое время, объединяет всех нас, объединяет к любому спорту. И, наверное, развитие спорта, развитие волейбола будет лучшей памятью о Юрии Борисовиче, о прекрасном руководителе, общественном деятеле, депутате областного собрания и просто замечательном человеке и прекрасном друге. 13-й городской турнир по волейболу памяти Юрия Медуницына стартует 17 апреля на площадке детской и юношеской спортивной школы номер один. В этом году помериться с силами в столицу Поморья приедут спортсмены 16 мужских и 12 женских команд из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Онеги и Приморского района. Такой была в Архангельске вторая апрельская неделя. Мы увидимся в следующее воскресенье и вместе подведем итоги грядущих семи дней. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!